Всем привет, это новый влог, и я снимаю его на айфон, потому что иначе я себя не могу заставить записывать видео, чтобы доставать вот эту всю камеру, оборудование, микрофоны, и я к этому никогда не приступлю, а влог записывать хочется, поэтому как старые добрые, как раньше у меня было в арт-влогах, я записываю всё на айфон, и безумно этому рада. Сегодня у нас среда, сегодня у нас грандиозные планы, будет съёмка большая с командой, вообще не знаю, как она пройдёт, очень интересно, потому что это будет уличная съёмка, продуманная с образом, с макияжем, и честно, я давно не снимала прям полноценно вот так вот на улице, и интересно, что из этого получится. Вот я уже такая вся красивая после душа высушила волосы, убрала их, чтобы чёлка хоть немножко держала как-то вид, который я хочу, сделала уход для лица, у меня есть небольшие высыпания, такого вообще никогда в жизни не было, только вот последние года Лера начала ковырять всё лицо, и начала вот появляться вот всякое разное, что мне вообще не нравится. Я сейчас опять экспериментирую с уходовыми средствами, пришла даже Луна покрисоваться, в субботу у этой девочки операция, стерилизация, не знаю, как всё пройдёт, надеюсь, что всё будет нормально, все как бы эти анализы сдали, всё здоровое окошечко. Кто не следит за мной в других соцсетях, есть новость, что Феди больше нет, и он появлялся здесь в маленьких роликах, я даже посвящала видео, типа, вот моя собачка, как я ухаживаю за шпицем, но, к сожалению, осенью его не стало. Грустно, такая жизнь, так бывает. Начинала с ухода, перешла к животным, короче, добро пожаловать во влог, человек, который тяжело концентрирует своё внимание, одновременно может разговаривать на 100 миллионов тем, и в итоге приходить к какому-то выводу, все эти темы очень важные. Короче, у меня есть много классной косметики, новой, мне хочется показать её, конечно же, накраситься, как, ну, вот старые добрые традиции моего YouTube, я даже вот, знаете, чувствую себя немножко старичком YouTube, хотя непопулярное всё равно было в этом, но смотреть на влоги там, которые я записала два года назад, так интересно, я прям реально этим занималась, то есть, постоянно у меня по расписанию выходили видео, и почему бы не возобновить это всё снова, задаю я себе вопрос. Короче, я когда-нибудь к косметике перейду, нет, но сначала я всё-таки пообедаю, пообедаю, потом спокойно накрашу своё лицо, как раз SPF, крем усядется, вот, может быть, даже... записать, кстати, видео-фавориты этого месяца, потому что у меня накопилось много разных вещей, я записывала такое видео один раз, когда жила в Петербурге, господи, это было потрясающее время, по которому я очень сильно скучаю. Так, я чувствую, что я вообще очень соскучилась по YouTube и по таким видео, я просто буду бесконечно болтать, вот так вот стоять на фоне своей фотографии и болтать, да. Так, я вернулась, и сейчас я буду наносить макияж и параллельно вообще рассказывать, что происходит в моей жизни, потому что я на этом канале не была как влогер-блогер уже давно, и мне хочется просто дать такой контекст, чтобы вы понимали вообще, чем я сейчас занимаюсь, что можно вообще интересного узнать, смотря меня. И также хочу поделиться, кем я сейчас вдохновляюсь на YouTube, кого я смотрю, потому что всегда мой контент в большей степени зависит от того, за кем я сейчас наблюдаю, что я сейчас поглощаю. Например, очень много именно бьюти-видео в моей ленте, поэтому мне тоже хочется делать бьюти-контент. Сначала я нанесу вот этот тон, и кто давно смотрит мой канал, знает, что однажды я купила вот этот тон в оттенке 303, по-моему, короче, такой медовый. Это луна прыгает. И этот крем был безумно желтый, оранжевый, то есть вообще не подходил моему цвету кожи, и сейчас я наконец-то пользуюсь нормальным. Я обычно выдавливаю на руку немного, и потом переношу пальцем, распределяю по коже, как я давно это не записывала всего. У меня нет задачи перекрыть прям всё-всё-всё, что вы видите на моём лице. Мне просто хочется ровного цвета кожи. Разношу спонжем, также захожу на шею, конечно же. На самом деле именно краситься и болтать — это огромный навык. Я не всегда могу это делать, и давно тем более я это не делала. Ну, посмотрим, что получится. Хотелось сказать, что я вообще делаю сейчас в жизни, куда я иду. Короче, посвятить вас немножко контекст, как я сказала. Вот на камере очень красиво всё выглядит, кстати. Вроде нормально. Но вот здесь вот, конечно, можно немножко подкорректировать. Я купила консилер, не корректор уже хорошо, от BeColor. И знаете, он мне не нравится, потому что, во-первых, мне не нравится щёточка. Вот эта кисточка. Вот это вот нажимаешь, оно капает, и как-то так разносить неудобно. Короче, вообще не очень. Сам консилер, он, по-моему, не на водной основе, и он с моими тонами конфликтует. Потому что, чтобы не конфликтовали, как бы, тон и консилер, они должны быть на одной основе. Сюда немножко я наношу. Конечно, вот сюда надо нанести. Ну, для меня это не особо большая проблема, то, что не конфликтует, мне как бы всё равно. Я начала с того, что мне 25 лет, и многие, в принципе, меня знают как фотографа на этом канале. В последнее время я начала уже точно отходить от эмоционального, психологического и профессионального выгорания в сфере психологии. И даже согласилась на то, что я всё-таки фотограф-психолог. Спасибо. Лера сошла с небес. А в чём проблема была моего выгорания? Последние года учёбы выпали на карантин. Качество образования заметно снизилось. Мне уже не хотелось вообще ассоциировать себя с психологией, что-то узнавать в сфере психологии. Я разочаровалась тем местом, в котором я хотела работать, потому что мне, как я поняла, очень важна креативность, очень важно, чтобы люди были честные. Как бы хотелось, правда, нести добро в этот мир, но в нашем мире всем на это плевать. Ну, именно тогда я начала активно снимать на YouTube. Я снимала ролики, арт-влоги с глиной, с рисованием, с шитьём. Но всё равно я параллельно занималась фотографией. Есть видео про мой путь фотографии, где я подробно вообще об этом всём рассказываю. Это интересная тема. Короче, я отошла от этого эмоционального выгорания. У меня получилось записать курс по фотографии. Вы уже, наверное, многие с ним знакомы, потому что основная аудитория, мне кажется, вот новая, приходит именно с этого курса. Спасибо вам большое. И я очень много получала комментариев, что курс полезный. И даже если, допустим, человек не находит какую-то ценную информацию, там, с точки зрения технической, ему всё равно приятно, что он может вступить в чат единомышленников. Он, в принципе, находит этих единомышленников. Короче, что ещё хотела сказать по косметике? Я думаю, многие помнят мой любимый бронзер. Но он уже вообще даже почти на кисть не переносится. Я купила бронзер от Catrice Sun Lover. Для меня это немножко рыжий бронзер. Иногда я его всё равно использую, либо смешиваю, но очень много блёсток, которые прям видны на коже. И поэтому на лето будет топчик, вот с загаром точно. Но пока что я добиваюсь плотности цвета от этого. Я не знаю, может он замылился или что. Но он почти не переносится. Я его даже вот так вот вбиваю, только потом разношу по коже. Хотя раньше он очень красиво лежал. Так, давайте ради сравнения просто немножко нанесу вот этого. Хотя мне сегодня не надо прям активно краситься, но... На камере, как обычно, еле-еле всё видно. Не, ну вот какой-то есть контур. Ну да, здесь что-то видно. Наношу на нос, на глаза и на шею. Так вот, записала я этот большой курс, который я очень сильно долго откладывала. И года два я хотела его записать. Точнее, сначала хотела текстовую форму сделать. Потом я поняла, что текстовая форма нафиг никому не нужна. И нужно делать видео. Тем более, в видео я могу больше прикрепить примеров, рассказать о чём-то. И это будет понятнее, чем просто сидеть читать. После этого в целом пошла в гору прям карьера моя. На данный момент у меня есть разные услуги, которые я предоставляю как клиентам, которые хотят фотографии получить, так и фотографам. В целом, на моём сайте это всё подробно написано, описано. Но если вот так коротко говорить, какие услуги я предоставляю. Если мы говорим про клиента, то я провожу фотосессии как бы обычные, индивидуальные, семейные, в жанре честного портрета. То есть, опять же, минималистичная студия, минимальный макияж, базовая одежда. То есть здесь всё, в принципе, как раньше было. Также я ещё подключила уличные фотосессии, потому что, наконец-то, тепло. И можно придумать какие-то красивые фотографии в московских локациях. И также добавилась очень интересная услуга, которую я тоже, в принципе, давно придумала, но только сейчас смогла как-то сформулировать. Называется эта услуга «Терапевтический портрет». Что это такое? Я думаю, что вообще об этом надо записать какой-то отдельный ролик и там уже по пунктам всё обозначить. Но проблема в том, что я сама нахожусь пока что в процессе определения. То есть у меня в целом есть понимание, для кого это, что я хочу вообще снимать. То есть я понимаю ценность, но до конца прям сформулировать и точно это донести мне сложно. Сначала нужно очень много провести таких именно терапевтических фотосессий. Пока с этим немножко есть трудность. Суть-то в чём? Что я объединила фотографию и психологию. И случилось это после того, как ко мне стали приходить девушки с такими запросами, что я не могу принять себя. Я первый раз на фотосессии, мне очень страшно и стесняюсь. Короче, много именно глубинных вопросов поднимается на фотосессии. Понятно, что желательно приходить на такие терапевтические фотосессии именно в связке с психотерапией. Там в рамках часа или даже двух часов мы не всё можем обсудить. И с психологом, который имеет больше опыта, чем я, можно проработать свои запросы глубже. Но иногда бывают вещи, когда человек после фотосессии уже чувствует себя потрясающе. Он посмотрел на фотографии и понял, что да, я вообще-то классная. Все мои загоны, они лишние и вообще не нужны в моей жизни. И всё у меня хорошо. То есть бывают очень разные ситуации. Некоторые говорят, что я к тебе приду ещё раз, потому что мне одной фотосессии не хватит, чтобы принять себя. Я говорю, пожалуйста. Вот, это, в общем, очень всё интересно. Называется этот проект «Искусство быть». Красота просто в нашем существовании. То, что вы уже существуете, это хорошо, это классно, это супер. Я сейчас так это говорю. Лера из седьмого класса, наверное, вообще уже думает, Лер, ты чё? Потому что я и радость жизни — это какие-то несовместимые как будто вещи были. Но это другая история. Искусство быть, каждый человек уникален, и даже его проявление, там, как он волосы убирает, как он смотрит на что-то, это уже красиво, это уже ценно, это уже искусство. В общем, на сайте я подробнее об этом рассказала. И для меня это такой очень трепетный формат фотосессии, я очень жду такие фотосессии. Там мы больше, конечно, общаемся, переводим фокус внимания именно на момент, что мы сейчас ощущаем, как изменяются наши ощущения от того, что мы меняем позы, меняем одежду. Интересный формат. Так что добро пожаловать на такие фотосессии. И сейчас будет очень волнительный момент, потому что я буду приносить впервые, прям полноценно, тушь от Клинт Косметик. Пушап Лэнтони Маскара. Короче, это термо-тушь, которая смывается чулочками, она коричневая. И причём она пипец какая коричневая. Вы видели такие вообще туши, вот такие коричневые? И скажите мне, что это напоминает? Тушь от Шик? Ну есть же, да? По-моему, и щёточка такая же, если я не ошибаюсь. У меня была чёрная тушь от Шик. Да блин, реально тушь от Шик? Вот, давайте попробуем нанести. Даже эффект похож на Шик, кстати. Короче, что могу сказать по туше? Ну, я ожидала другого. Во-первых, она долго сохнет на ресницах. И как будто они начинают склеиваться, когда я моргаю. Это не очень приятное ощущение. Во-вторых, эффект мне вообще не нравится. Ну типа, это очень странный эффект. Они вроде как-то и удлиняются, но какого-то пушапа здесь точно нету. Дарлинг, которая Лэш Кокун, мне нравилась даже больше, я думаю. Хотя там тоже такой естественный получается эффект, как будто его и нет, в принципе. Но она, конечно, пожиже, чем Дарлинг. Ну, хз. То, что они коричневые в целом, это, по-моему, заметно, но не очень сильно. То есть она темнеет еще, когда высыхает. Смотрите, какой здесь цвет. И какой на глазах. Ну, здесь... Не знаю, не знаю, буду пробовать. У меня есть вопросики. Так, ну, заключительный момент макияжа. Это просто потрясающее комбо для губ. Кстати, надо снять короткое видео. Все, быстро записал ролик. И мне кажется, я так чувствую, что возвращается тренд на матовые помады. Я очень давно хотела себе помаду суфле, чтобы делать такой эффект. Это, мне кажется, очень красиво. Вместе с карандашиком от Stellar в оттенке капучино. Это 0,4, это 0,9. Вау! Просто посмотрите. Ну, красота. В целом мой макияж завершен. Раньше еще было средство для закрепления макияжа от Influence Beauty. Но сейчас оно закончилось. И, кстати, его можно купить, да. О чем вообще я говорила? О своих услугах, что я предоставляю клиентам. Кроме фотосессий в жанре «Честный портрет». Есть также терапевтический портрет. «Искусство быть» называется проект. Для клиента в целом есть еще чек-лист для клиента. Но в целом, по-моему, все. Уже сама даже забыла, что я там предоставляю. Но на сайте всегда написано, что вы можете приобрести у меня. Ну, фотокниги также, фотоотпечатки, фотооткрытки. И разный другой мерч, так скажем. Если мы уже говорим про фотографов, здесь начинается очень интересная тема. Это вот этот бесплатный курс по фотографии. Почему он бесплатный, я уже рассказывала. Потому что я была тем человеком, который ничего не знал о фотографии. И постепенно своими экспериментами добился того, что сейчас имеет. Мне просто хотелось помочь человеку, который тоже начал увлекаться фотографией и не знает, что делать, как вообще на что опираться, на что смотреть. Мне хотелось быть таким помощником и каким-то проводником вообще в сферу эту. И немножко такой дать экскурс, что вообще происходит в этой сфере, именно в студийной фотографии, как начать снимать в студии. Основы, основы есть. Но также этот курс полезен оказался людям, которые с такими уже средними уверенными знаниями и навыками пришли. Потому что очень много говорило о психологии, о процессе коммуникации с моделью. И даже у тех людей, у кого хороший технический уровень, может страдать вот этот коммуникационный уровень, психологический. Как найти клиента, как его вообще расположить к себе на съемке и после съемки. Как с ним продолжить общение и как сделать так, чтобы он вернулся. Об этом все. Я давала представление в курсе по студийной фотографии. Плейлист называется «Легкий старт», курс по студийной фотографии. Но нигде я прямо вот это название «Легкий старт» не обозначала. Но, может быть, и так все-таки курс называется «Легкий старт», я не знаю. Из-за этого курса появился чат курса, там, где собрались сначала фотографы. «Да что ты говоришь? Правильно все говорю, да?» И потом появилась нужда расширяться, потому что появились такие темы, как ищу команду, ищу людей из своих городов. И чтобы провести съемку полноценную, тебе нужна модель, тебе нужен стилист, визажист. И мне хочется, чтобы в чате курса, может быть, уже какое-то другое название будет, не знаю, собирались не только фотографы, но также и модели, то есть другие участники команды съемочной. У меня еще все в планах, и организовывать также хочется какие-то офлайн мероприятия. Также для фотографов у меня есть консультации, потому что, когда я записывала курс по фотографии, я очень многое обобщала. У каждого фотографа есть уникальный взгляд и уникальная ситуация. Я не могу в курсе на такую большую широкую аудиторию дать какие-то четкие, конкретные смыслы, практики и так далее. И когда мы индивидуально уже разбираем запрос человека, там уже можно вообще о чем угодно поговорить, и глубже понять ситуацию, и четче дать наставление, рекомендации, так скажем. Выкладываю дополнительные материалы для фотографов. С Boosty у меня долгое время не было дружбы, потому что я не понимала, что туда выкладывать, как там сделать уровни подписки, чтобы это было удобно, чтобы это было интересно. Потому что не было примеров лично у меня классных Boosty аккаунтов. Ну и я решила сама создать классный Boosty аккаунт. Вы можете даже просто зайти посмотреть, как я там все оформила. Мне очень все нравится, и я все распределила по категориям, чтобы мне было удобно понимать, какого материала из какого уровня подписки не хватает, чего я много, наоборот, пощу. И здесь основная проблема — это регулярность постинга у меня, потому что как будто мне сложно придумывать материал туда. Но на самом деле все решается просто планированием в моем случае. В целом это то, чем я сейчас занимаюсь по большей степени. И, конечно, большую часть времени занимается предграмм, потому что я очень активно его стала вести, вести истории, короткие видео записывать, посты выкладывать, и это, наверное, занимает большую часть моего времени. Также, конечно, съемки, обработки фотографий. Хочется, наверное, прийти к работе с брендами, и больше, чтобы было клиентских заказов. И хочется уже немножко отдохнуть от творчества, наверное, больше такие вот делать продуманные съемки, и получается в меньшем количестве. Такие вот обновки косметики, такие обновки жизни. Что еще можно рассказать про жизнь? В целом просто живу, подуспокоилась, и в то же время на грани с тревожностью какой-то, и, не знаю, блин, тушь не очень, если честно. Не, ну она очень вроде, ну как будто что-то мне мешается. Хочется еще приступить через себя и снимать в Тбилиси съемки, или хотя бы стрит в Тбилиси, но мне это очень сложно дается. Может быть, в следующую поездку, вот летнюю, у меня что-то получится, хотя уже сомневаюсь, потому что летом там 30-40 градусов на солнце, и это если только вечером куда-то выходить. Короче, сложно тоже. В онлайн-пространстве я вот стараюсь продвигаться, потому что мне очень нужна именно работа, которая не будет зависеть от местоположения. А фотосъемки это такая работа, которая зависит от местоположения пока что у меня, потому что у меня нет какого-то мирового имени, чтобы я куда-то приехала и такая «Я в Милане!» И все записались ко мне на съемку в Милане. То есть это тот уровень, к которому я стремлюсь и... Вера, ты странная, ты разговариваешь с камерой! Что такого? Что? Так что вот столько я наговорила. Сейчас уже сумка у меня собрана, мне осталось одеться. И уже скоро совсем выезжать на съемку. Кстати, вот если что-то изменилось в моем макияже, то ничего почти не изменилось в одежде. Хотя даже здесь можно сказать так, что да, у меня там те же часы, которые я просто обожаю, тоже кольцо, которое я просто, по-моему, всегда ношу, вот это вот со смайликом. Я пыталась, честно, носить цветные вещи, белые вещи, но порой, да, я чувствую себя хорошо в них, но в черных вещах я чувствую себя просто великолепно. Это идеальные вещи, идеальный цвет просто. И никаких проблем в черной водолазке вообще и нет. Можно я вот дальше продолжу просто носить черные вещи и все? Просто раньше бабушка мне всегда говорила, что «Ты что, как на похороны?» Извините меня, черный — это самый лучший цвет, который есть в этом мире. Но сегодня я, скорее всего, надену синие джинсы, потому что черные джинсы мне уже не нравятся. Как смотрятся, они уже, скорее, серые. Но есть проблемы. А еще есть проблемы, когда я делаю очень классный такой макияж. Ну, это не full glam makeup, но все-таки с такой заявкой на женственность. И у меня получается образ как у бомжа. То есть лицо красивое, а одежда и вообще все остальное не очень. Моя самая большая проблема — не сочетание лица и одежды. Я пытаюсь решить эту проблему. Пока безуспешно. И еще такая тема, что я не представляю просто, где мы будем сегодня лазить и что мы будем сегодня точно делать. Поэтому мне нужно одеться максимально комфортно. Чтобы вообще ничего не сковывало движение, обувь удобная. Ты меня провожаешь уже, да? Или ты просто нотишься, бесишься и вообще весна у тебя? Это очень странная кошка. Это самая странная кошка, которая у меня была. Нет, нет. Муся была страннее. Фишка — она была очень злой. А вот луна — это просто реально слонный человек. Знаете, зато я могу выбрать свои духи, любимые. Вот эти вот. Напшикаться. Даже одного, на самом деле, пшика достаточно для таких духов. State of mind, secret of success. И чувствую себя классно. И независимо от того, что на мне надето, как это все сочетается, вот эти духи, они больше такие легкие. Я их обожаю. Это потяжелее, но это такой прям чай. Я обожаю эти духи. Просто хочется немножко повыпендриваться. Ну что? На самом деле, эта помада подсушивает губы, и обязательно нужно будет взять бальзам для губ. Это потрясающий бальзам для губ. Я наношу это зачастую как маску для губ. Осторожно, она может дать, конечно, белый оттенок. И пальцами я вообще ничего не делаю, но чтобы не смазать сейчас помаду, вот так вот делаю. Все, пахнет просто классно. Bubble gum. Я тот человек, который не слушает музыку в общественном транспорте, потому что моя тревожность, она говорит мне, что ты должна контролировать все. Ты должна слышать абсолютно все, что происходит вокруг тебя. Я просто, ну, мне очень страшно слушать музыку, поэтому постоянно я думаю, взять наушники с собой или не взять. И в итоге, даже если я беру, я их даже не достаю. Все, обуваемся, девочки. Расчесываемся. Уезжаем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Уже наступил следующий день. Не знаю, меня каждый раз переполняют эмоции после съемок с командой. Мне очень нравится это дело. Сегодня у меня такой день чисто за ноутбуком. Я даже себе выписала, что мне нужно делать. И это обрабатывать фотографии. Причем еще нужно обрабатывать фотографии с одной съемки, до которой вообще никак не доберусь. И мне очень срочно нужно продолжить визуал. Потому что у меня копятся работы, но они не выставляются. Я ненавижу просто, когда так происходит. Нужно сделать визуал. Так, вроде, меньше пересветов. Короче, мне еще нужно сделать всякие короткие видео, истории. Найти бренды для сотрудничества. Сделать анонс записи на май. Girl! Самое главное, что я это все распланировала. Я это все выписала. И теперь у меня освободилась глава от этих дел. Я вижу их все на листочке. Листочек упал. И мне просто нужно делать. И, наверное, я начну с монтажа этого ролика. На этом я влог такой однодневный почти что. Хочу закончить, потому что хочется посмотреть, что в итоге вышло. Оценить хотя бы просто вот этот маленький кусочек. Маленький денечек из моей жизни. Хочу сказать спасибо, что вы посмотрели этот влог. И напишите в комментариях, как вам. Понравилось ли, было интересно или нет. И до следующего видео. Не теряйте себя. Пока. Пока.